В этом году за партой сядут более 115 тысяч учащихся, из них более 14 тысяч первоклассники. Около 68 тысяч детей переступят порог дошкольных учреждений, в том числе 15 тысяч впервые. Сегодня состоится открытие первого из трех детских садов в микрорайоне «Солнечный город». До конца года будут введены еще два детских сада всего на 620 мест. Мы значительно продвинулись в решении проблем безопасности наших учреждений. Все они оснащены системой АПС и пак стрелец-мониторинг, кнопками тревожной сигнализации и видеонаблюдением. Около 65 миллионов рублей выделены на финансирование противопожарных мероприятий. В этом году проведен капитальный ремонт в 17-й школах и в трех детских садах на общую сумму 504 миллиона рублей, текущие в 286 учреждениях образования на сумму около 122 миллионов рублей. Кроме того, в настоящее время в соответствии с вашим поручением ведется ремонт четырех спортивных залов и одной спортивной площадки. За исключением нескольких замещаний, которые будут устранены до конца августа, школа нашего города принята и готова к началу учебного года. В этом году каждый десятый казанский школьник, а это около 16 тысяч детей, будет обучаться во вторую смену, и эта тенденция увеличивается. В рамках федеральной программы в городе запланировано строительство семи школ на более 8 тысяч мест. К сожалению, из-за отсутствия финансирования пока строительство школы на 1224 места в Советском районе приостановлено. Хочу отметить, что с 1 сентября вводится федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья. Безбарьерная доступная среда создана в 61 учреждении образования. Еще один аспект обеспечения образовательного процесса касается организации подвоза детей в базовые школы. В новом учебном году будет организован подвоз более 600 учащихся в 15 базовых школ. Для этого задействовано 19 автобусов, которые курсируют по 20 маршрутам. Для обновления автобусного парка в Министерстве образования выделено 4 школьных автобуса. Уважаемый миссар Раисович, хочу поблагодарить вас за решение вопроса по ремонту школьных маршрутов. Это позволяет нам гарантировать безопасность детей во время доставки школы нашего города. В ходе подготовки к новому учебному году в рамку городского проекта «Цветущий Казань» проведен смотр пришкольных участков и игровых площадок в детских садах. Лучшими признаны лицей номер 159, детский сад номер 110 и 106. Во всех школах будет организовано в двух раз в горячее питание. Для детей из малоимущих семей сохранены льготы по его оплате. В школах будут функционировать бесплатные группы протленного дня, что позволит не только организовать подготовку уроков, но и рационально использовать в неурочное время с участием воспитателей-профессионала. Стабильность работы школ во многом определяется кадрами. Сегодня в системе образования работает около 17 тысяч педагогов, из них 29% учителя до 35 лет. Средняя заработная плата учителя составляет более 32 тысяч рублей. На сегодня имеются вакансии учителей начальных классов, 25 человек, математики, физики. Работа по закрытию вакансий будет продолжена до конца августа, в том числе за счет внутреннего совмещения, то есть за счет увеличения нагрузки имеющимся педагогам. Чтобы 1 сентября стал праздником для каждого первоклассника, независимо от достатка семьи, традиционно проводятся благотворительные акции «Помоги собраться в школу». К началу нового учебного года около 2000 первоклассников при личном участии глав администрации районов, депутаций Государственного совета, Казанской городской думы, руководителей предприятий и организаций обеспечены школьными портфелями. Вручение портфеля проходило с начала августа. Практически 8 миллионов рублей собрали наши благотворители в рамках акции «Помоги своей школе». Очень важно, чтобы наши дети были в безопасности не только во время уроков, но и вне ее стен. 17 августа стартовал месячник «Безопасности детей» от чрезвычайных ситуаций. В рамках традиционной акции «Внимание детей» во всех школах города при участии сотрудников ГИБДД будут организованы классные часы, рейды на перекросках, родительские собрания. Вместе со школьниками радость праздника «Дней знаний» разделит группу психолог МЧС, а также в рамках всероссийской акции «Вместе ярче» в школах пройдут встречи педагогов Энергоуниверситета. В гимназии номер 94 начальники штаба Вооруженных сил России Герасимов Валерий Васильевич будет посвящать учащихся в юной армию. По доброй традиции все первоклассники получат подарок от мэрии города. На этот раз это будет дневник добрых дел. Продолжение следует...